То есть мы жили-жили и приплыли. Давайте вот туда микрофончик. Женщина, вы не обиделись на меня? Все нормально? Спасибо вам. Мужчина не лучше, честно вам скажу, вообще не лучше. Точно такие же. У них тоже куча проблем. Можно задать вопрос. Я как раз сейчас, можно сказать, на три пути. Мы замужем садят. Это как раз был случай, когда он был сильно влюблен от меня. А потом влюблен от меня. А вот два года назад он меня начал изменять. Потом я об этом узнала и я попросила. Но измена означает совести нет в отношении, правда? У вас, вы ведь занимаетесь духовной практикой, насколько я знаю. Я вас уже не первый раз вижу на лекции. Да. Но это как раз произошло, когда я узнала про эту измену. Поняла, что я по-моему очень была неправда. А, то есть вот с этого момента начали эту другую жизнь. И сейчас что происходит? Сейчас он тоже изменяет? Да. Сначала все пошло на поправку, а потом в какой-то момент отношения стали уже довольно хорошими. И он сказал, что давай мы попробуем жить отдельно. У меня вроде к тебе уже и тянет. И на предыдущем я чувствую, что я это должен. И вот это меня отталкивает. Вот давайте, ну вот, отдалимся. И мы как раз так и делали. Я с ребенком приехала к его родителям, он остался один в жизни. Не надо было его отпускать. Вы позволили ему грешить. Совесть или ответственность, это и есть любовь. То есть, видите, он вам сказал, у меня к тебе есть настоящая любовь, но я хочу наслаждаться жизнью. А вы ему сказали, ну иди наслаждайся. Ну, он так и сказал, что он просто не понимает, что он говорит. Настоящая любовь — это ответственность перед человеком, а желание балдеть — это не любовь. Он выбрал этот балдеж сейчас. Это путь в никуда, понимаете? Это же ваш муж. Зачем вы ему позволили это делать? Мне казалось, это как невозможности жить отдельно. А вот в этом случае не нужна была жизнь отдельно. Понятно, это же никогда не остановится. Да, вот получается уже где-то полгода мы вместе. И теперь об этом пишет и не там. И я вот не знаю. Я, в принципе, чувствую, что в серьезности в нем не появилась. Просто, наверное, охладела уже книг к ней. И сейчас он в Амстердаме с ней пишет мне каждый там очень часто. Он приезжает, и надо что-то решить. Он приезжает назад сюда, что ли? Ну да. И вы общаетесь с ним как? Да, сейчас переписываемся. У вас близкие отношения с ним есть в это время? Нет. Еще вопрос в том, что я, получается, жила с его родителями. Тоже не очень все складывалось. Это нормально, это правильный выход с его родителями, это хорошо. Но его мама очень эмоциональная. Она очень меня как-то... Она у нее не было желания ему говорить о том, что он не прав. Да. Она делала ее. Просто он совсем их не слушает. Он с ней практически не общается. Вам надо сейчас, вам надо сейчас этому человеку ставить серьезные условия, вести себя с ним очень строго, но не отталкивать от себя. Надо ему сказать, что он должен, я готова жить с тобой, должен порвать отношения, которые у тебя сейчас есть, должен делать то-то, 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 то-то. И тогда я смогу тебя постепенно простить. Если ты всего этого не делаешь, я не смогу принять это все. На самом деле я его и так простила. У меня какой-то обид. Вы слушаете сейчас то, что я говорю, Юрина? Сейчас речь идет не о вас. Проблема заключается в том, что вы не умеете воспитывать мужчин. Да. Женщина, слышите, да? Женщина — это не губка, понимаете? Это не бесформенное существо, с которым можно делать все, что хочешь. Женщина должна, обязана воспитывать своего мужа строгостью. И строгость надо проявлять не тогда, когда он уже распустился, а когда только самые первые признаки этого пошли. Надо быть как скала сразу, то есть надо в этот момент очень твердую позицию занимать. Это не означает ревность, это означает здравый смысл. Мужчину надо вот так сразу охлаждать, когда у него появляются вот эти вот идеи какие-то. И вы сейчас так должны себя вести. Вы должны поставить ему очень строгие условия совместной жизни и наблюдать дальше за ним. Не думая, придет он назад или не придет, сейчас уже от вас ничего не зависит. Вы должны просто поставить условия и смотреть. Если его потянет назад, вы должны строго очень себя вести и не позволять больше ему, этому человеку, наглеть вообще в жизни. И если он не сможет вернуться назад, ваши строгие условия его испугают. Это его проблемы. Это не значит, что вы бросили этого человека. Понимаете? Это значит, что вы сдали свой экзамен. Вот сейчас для вас не сдать экзамен, это сделать второй шаг в сторону вот этой распущенности. Вы сделали уже первый шаг. Ну иди поживи один, иди поизменяй мне. Это первый шаг. Теперь второй шаг. Ну да, я тебе принимаю, живи как хочешь и делай все, что хочешь. Это второй шаг к его распущенности. Последствия необратимы. Пока Бог хочет, чтобы вы были вместе, его тянет назад. Вы должны стать строгой с ним и при этом не отвергать его. Это только с помощью Бога можно сделать. Нужны духовные силы, иначе у вас ничего не получится. Нет, я так и думала, что я хотела вас спросить. Еще можно уточнить по поводу... Я хотела сейчас снять квартиру отдельно с ребенком. Вот. Но я не знаю. Супер идея, супер идея. Отлично, если есть возможность, нормально. Ну то есть лучше отдельно, чем у его родителей. У нас хорошие отношения, но постоянные конфликты возникают. Не, не лучше отдельно. Лучше с его родителями, но если вы не можете, отдельно, тоже хорошо. С его родителями до последнего момента лучше. Лучше с его родителями до последнего момента. А вот просто проблема, что она... Она говорит, как мне надо вести себя с ребенком, что я себя веду неправильно. Это супер, это супер. Представляете, как она вас воспитывает, какую она пользу для вашего характера делает. Если вы научитесь снисходительно к ней относиться. Если вы видите, что это грех, так себя вести, вы можете аккуратно делать, как надо. Но при этом всегда ее слушаться. Представляете, какую пользу для вашего характера это будет иметь в будущем. Ну, я же могу согласиться, но мне надо ее не поступать так, как она говорит. Не обязательно. Если она греховная, что-то говорит, не обязательно так поступать. Может делать по-своему, но при этом уважать ее мнение. Старшим нужно уважение. Это самое главное. Итак, мы переходим к третьей теме. Это победа над трудностями судьбы. Давайте проведем небольшую такую обратную связь. Она нужна, потому что я пошел на риск, на серьезный, беря этот формат. Вам не было скучно? А кому было скучно? Кому хотелось больше образовательных таких вот моментов? Больше знания, систематической подачи? Несколько человек. Вы готовы прийти на продолжение? Вот в этом формате. А вы кто руку подняли? Пойдет, да? Хорошо. Понимаете, есть два стиля подачи материала. Есть систематические подачи, которые разжевывают все по полкам. Вы, очевидно, недавно начали ходить на лекции? Нет, давно ходите? У меня много таких систематических лекций. Много очень, достаточно. А вот таких, которые вот так более жизненно все разбирают, их мало. Их невозможно провести в аудитории, в которой только начинают меня слушать. Понимаете, есть только пару городов, в которые я приезжаю очень часто. Это Москва, Питер, Киев. И только в этих городах я могу такой формат проводить, как сейчас. Понимаете? И в остальных местах это вообще невозможно. Нормально? Будем продолжать? Хорошо, тогда все сели прямо. Сейчас у нас будет тренировка. У нас есть фестиваль «Благость». И на этом фестивале я впервые рискнул и сделал одну вещь, которая потом произвела очень серьезное впечатление на сознание всех людей, которые присутствовали, на мое сознание. Порядка 500 человек рано утром, все сели, все вместе. Мы включили фоном православную музыку, поставили на алтарь изображение, все, что связано с верой разных традиций, всех людей, которые были в этом месте. И каждый начал читать свою молитву. Кто-то повторял «Я желаю всем счастья», не имея молитвы своей. Кто-то молился. Все молились негромко, чтобы не мешать друг другу. И это мероприятие длилось час, вот сама молитва. Результат был потрясающий. Люди просто были счастливы бесконечно. Многие говорили, что мы никогда не испытывали такого чувства, когда мы молились только в кругу своей веры людей. Знаете почему? Как вы думаете? А? Мои хорошие, потому что сейчас самое страшное, что может произойти в этом мире, это самое страшное, связанное с враждой, с религиозной враждой. Люди сейчас убивают друг друга из-за веры. Понимаете? Из-за веры. Они разрушают свою жизнь, идя в смертный бой, или просто привязывают к себе какие-то взрывчатки и взрывают себя просто с невинными людьми рядом. Понимаете? Это всё происходит из-за того, что у нас нет представлений о том, что Бог есть не только в моей вере, а также и в других. Эти представления сейчас в мире очень важны. И несмотря на то, что есть много людей, которые сильно хотят, чтобы я перестал читать эти лекции, я буду продолжать это делать. Потому что для мира это крайне важно сейчас научиться уважать чужую веру. Именно из-за отсутствия этого уважения в этом мире провелось очень много крови. Самые большие разрушительные войны были именно основаны на религиозных противоречиях. Люди поубивали очень много людей из-за того, что они верят по-другому. Понимаете? Мы должны, мы цивилизованные люди, мы должны научиться как-то принимать друг друга. Понимаете? Научиться как-то так жить, чтобы не было вот этих вот развития, этих четырёх стадий разрушения мира. Первая стадия. Моя вера единственная и неповторимая. Она лучше, чем все остальные. На этой стадии сейчас многие верующие люди находятся. И как они не говорят о мире между религиями, у них всё равно в сердце есть эта идея, и она очень глубоко сидит. Вторая стадия. Люди не моей веры. На самом деле, эти люди не хорошие. Все люди не моей веры не хорошие, и только люди моей веры хорошие. Все остальные, они плохие. Третья стадия. Те люди, которые не моей веры, это исчадие ада. Понятно, что их не надо убивать, но и жизни хорошей им тоже давать не надо. Это зло. Всё, что связано с моей верой, это добро, а всё, что связано не с моей верой, это зло. Это третья стадия. И как вы понимаете, четвёртая стадия что означает? Убей неверного называется четвёртая стадия. Понимаете, да? Система. И как вы думаете, эта система Богом придумана или с кем-то другим? Подумайте на этот счёт, на и хорошее. Пришло время всему миру об этом подумать, потому что если мы об этом не подумаем все вместе, то дальше последствия будут очень печальными. Сейчас давайте включимся в молитву. Каждый молится своё в сердце. Мы вслух повторяем. Я желаю всем счастья. Каждый человек кланяется в своей вере, святыне. Представляем всё святое, что у меня есть. Ничего не меняем. Сегодня у нас большой праздник православный. Святой Дух не зашёл на посвящённых, на апостолов. И у нас сейчас будет играть православная музыка. Мы повторяем. Я желаю всем счастья. Мы кланяемся святыне в своей вере и очень серьёзно слушаем тех, кто молится. Когда человек слушает молитву, неважно в какой вере, в данном случае мы будем слушать православную молитву. Человек соединяется с Богом. Когда люди вместе поют о Боге, то это соединение даёт огромную силу. Эту силу надо направить в сердце, сказать, я желаю всем счастья и покланяться святыне в своей вере. Вот это то, что мы сейчас будем делать. Эта практика совместная очень сильно помогает очиститься, освободиться от всех глупостей, которые живут в сердце и направить свою жизнь в правильный рост. Это не значит, что люди должны разрушить храмы и все-все объединиться вместе, создать какую-то общую веру и молиться все вместе по-разному. На самом деле, самая глубокая молитва, самая лучшая всегда будет у человека только в его вере, только в его храме, только с его наставником рядом. Это самое глубокое, что может быть в жизни. Когда люди собираются так же иногда и все вместе, чтобы пожелать всем счастья, это самое лучшее, что может быть в этом мире. Самое глубокое – это в своей вере, а самое лучшее – это мир. Только в атмосфере мира можно молиться и углубляться в свою веру. Без мира этого сделать невозможно. Война разрушает все. Субтитры подогнал «Симон»!